искренность влада при деньгах вот и предыду долгое время хотел стать писателем довел это до системы писать по тысячи слов день работал так полгода однако недавно у меня случилось жуткое разочарование в себе из-за чего я уже хочу бросить странное чувство одновременно чувствую себя лучше гризот долг сделать перерыв типа или я не знаю просто займись а напиши попробую в другом стиле какому-то допустим на да вот отличный вариант попробовать себя в другом жанре на самом деле то есть ты пишешь там допустим роман пытаешься писать попробуй написать какой-нибудь рассказ вообще поэму попробуй чувак или там стихотворение то есть в жанре слова очень много вариаций то есть можно даже фигурный стих написать который будет допустим в форме члена и там какие-то слова пони такое было популярно давным-давно было прикольная штука вот много ну типа если тебе нравится задался целью писателем стать так писатель же не только рассказы пишет и романы может типа там что-то другое там журналистки там какие-то статьи знаешь то есть во первых нормативы себе ставить это такая тема странная немного займись несколькими проектами одновременно допустим да то есть ты пишешь сборник рассказов там поэму допустим да пытаешься писать и роман там или просто в стол какую-то залупу прикольную или если ты никогда не публиковал нигде начни публиковать типа заведите телеграм-канал знаешь публикуетом свои маленькие рассказы я даже сам так делал то есть я писал маленькие рассказы публиковал их в телеге типа почему нет просто пишешь маленькие рассказы какой-то зубы публикуешь его пусть даже там два человека в телеграм-канале все равно ты типа но не в стол пишешь когда ты пишешь стол это совсем другие ощущения понимать а когда хотя бы два человека 35 10 15 это увидели это уже совсем другая хуйня там критику послушать там хвалебные отзывы гневные отзывы это всегда полезно и интересно самому для себя ты видимо просто вот этой целью тысяча слов деньги себя ограничил кубов творческом плане ты именно конвейер напишешь тысячу слов типа этого делать нельзя конвейер убивает творческое начало понимаешь допустим пытайся неделю писать в одном каком-то стиле который давно утерян знаешь или писать на другом языке вообще даже охуеть можно совсем другая какая-то хуйня то есть ты допустим знаешь немного английский попадаясь на английском и после рассказа охренеть можно в реально же это как видеоблогинга типа видеоблогинг это просто все то что ты по сути с камерой типа на youtube загружаешь записал что-то на камеру типа но при этом в видеоблогинге есть жанров просто тьма сотни жанров типа конкретно бьюти еда напитки блять смеху очки стендап игры блять подкасты нахуй детский видеоблогинг какое-то метание залупы в хуйню типа постройка домов обзор техники чувак просто миллиард всего и допустим я не ограничиваюсь одной хуйню и постоянно новое что-то пытаюсь найти там знаешь попробовать себя потому что ну конвейерная пытался делать конвейер вы помните барные видосы тупо на потоке раз в неделю там я начинал таким образом и какой-то определенный момент понял что мне нужно бабло типа я делал тупо конвейер на видеоролики четко раз в неделю типа но потом я понял что страдает именно конкретно творческая составляющая одно и то же выкладывать мне стало стыдно просто искренность влада при деньгах смотрите я заявляю да ем шапку шляпу шапку вон она лежит может видно за 1000 рублей как обычно по классике новая шапка типа обычно хала за 4 я готов был схавать за косарь рублей схавать шапку типа человек пишет заебал байтить черт лысый ешь шапку а рога и копыта кал эта цитата вот у меня открыто здесь рога и копыта кал это мне похуй вообще то есть ну человек говорит он как бы исполнил все типа условия до 1000 рублей вот заказ есть шапку но в какой форме он это сделал как будто бы я тут не человек который ну типа сидит и как бы ну автор трансляции да как будто я какая-то собака ебаная но подумайте сами моральная сторона вопроса то есть ты обращаешься как будто не к человеку а реально к какому-то холопу ебаном меня это оскорбило конечно я не обиделся я просто оскорбился до глубины души но в плане типа черт лысый когда огонь и вода еще один бан я не знаю дизайнер стиральной машины типа тебя банить или ты просто ошибся давайте еще раз да я объяснился может и тоже хочешь шестянка объясниться давайте предварительное голосование кто прав из нас я не собираюсь есть шапку потому что у меня оскорбил что за хуйня давайте еще раз проголосу давайте плюс если я говорю правду минус если я должен съесть шапку при том что вы все это услышали ну вот пожалуйста народный суд народный суд четко дал понять кто из нас прав а кто виноват пожалуйста так что не гоните без она вы как будто блять не понимаете что сейчас интернет это это вторая реальность то есть если ты живую типа не можешь мне этого сказать то не говори будь любезным в интернете я так делал когда был манну пиздюком малолетний понимаешь о чем то есть там кого-то ну типа в интернете забулить потому что я думал что мне за это ничего не будет и человеку похую потому что интернет и тут можно все но нет мы живем двадцать первом году искренность влада при деньгах очень часто смотрю порно только мой выбор капец дизайнера забанили потому что не ахуй потому что не ахуй только мой выбор очень криповый у меня есть девушка и когда я смотрю гэнг-бэнг то представляю как ее и будет 33 мужика до возбуждать ощущение было ли у тебя такое нет не было не смотрю гэнг-бэнги я смотрю только классическая порно именно максимально классическая домашняя порно с милой девочкой милым мальчиком которые просто гладят друг друга а вообще даже порно давно не смотрел уже там один раз посмотрел именно порно дело в том что я смотрю обычно просто эротику по телеканалу тонис в половину 12 ночи она начинается и типа в принципе нормально себя чувствую то есть порнография это ну это плохо это зло типа она разрушает духовно моральные скрепы вот я смотрю легкую эротику иногда плейбой иногда просто телеканал типа ты ну тонис в пол в полночь и это максимум что могу позволить там иногда грудь покажут типа это если повезет поэтому тоже порно смотреть не рекомендую никому потому что нахуй надо